Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем с вами разговор о вымерших млекопитающих кайнозоя. И на прошлой лекции мы с вами говорили о разнообразии южноамериканских копытных млекопитающих. Мы с вами начали говорить о различных представителей ключевых отрядов южноамериканских копытных. И поговорили с вами о таком достаточно удивительном и во многом чрезвычайно разнообразном отряде, который носит название Литоптерны. И говорили о одним из ключевых представителей этого отряда. Было такое копытное, которое получило название Макроухиния, которое объединяло в себе облик жирафа, ламы, отчасти слона за счет того, что был небольшой хоботок. То есть, в принципе, такое удивительно не... как бы состоящее из различных частей разных видов млекопитающих животное. И которое составляло в определенной промежутке времени основу фауны копытных открытых пространств этого региона. Также мы с вами говорили о очень интересной группе Натунгуляты, которая была наиболее широко распространенной и наиболее многочисленной отряд южноамериканских копытных животных до непосредственно проникновения других более высокорганизованных плацентарных млекопитающих из Северной Америки по Панамскому перешейку. Давайте сейчас дальше продолжим вот этот разговор сначала о южноамериканских копытных, а затем поговорим вообще о фауне копытных всех остальных частей света и познакомимся и с теми животными, которые, скажем, совершенно по-другому решили реализовывать свои какие-то экологические эволюционные валентности. Давайте начнем разговор с разнообразия южноамериканских копытных и с разнообразия Натунгулят. Хочу напомнить, что мы говорили о таксодонте. Это животное, которое по внешнему облику больше всего походило на какого-то такого грозного топира или такого носорога. То есть такое животное, достаточно крупное, которое, в общем-то, крупное, массивное. И наряду с вот такими крупными массивными копытными в Южной Америке существовали и совершенно противоположные представители той же самой группы Натунгуляты. Давайте с вами посмотрим, как они выглядели. Значит, наибольшее число Натунгулят все-таки были животные мелких и средних размеров, которые, в общем-то, с нашей точки зрения в большей степени укладываются во внешность какого-то грызуна или, наоборот, зайцеобразного. Вот здесь представлены два очень некрупных Натунгулята Южной Америки, которые, если бы мы их с вами увидели где-нибудь, допустим, в средней полосе России или где-то в других местах, мы бы, скорее всего, этих животных приняли за таких длинноногих зайцев или за длинноногих кроликов. Однако нет, это представители группы копытных влекопитающих, и хотя их размеры очень невелики, они действительно полностью совпадают с теми ощущениями, которые складываются из их внешнего облика. Это животные, которые действительно были размером не крупнее современных зайцев. Некоторые достигали, становились чуть больше и становились размером современную, допустим, собаку. Но, так или иначе, это были представители вот этой реликтовой группы Натунгулят. И остается только удивляться вот тому разнообразию форм этих животных, которые существовало на материке Южной Америки до того момента, как туда проникли более высокоорганизованные млекопитающие более северных областей. Кроме Натунгулят и Литоптернов, еще один чрезвычайно важный отряд, который существовал на территории Южной Америки. Это был отряд, который носит название астропотерии. Астропотерии – это животные тоже по-своему уникальные. Дело в том, что ученые до сих пор не могут понять, как-то оценить сам образ жизни этих млекопитающих. Дело в том, что это своеобразные такие животные, в общем-то, несуразные по многим своим анатомическим характеристикам. Дело в том, что наиболее ранние астропотерии по своим размерам не превышали топира. И эти животные действительно во многом напоминали по внешнему облику топира. Поздние астропотерии уже достигали величины современного носорога. Давайте посмотрим, что они из себя представляли и как они выглядели. Вот мы видим двух представителей астропотериев. Наверху более ранний, более примитивный. Внизу более продвинутый уже, собственно говоря, то, что называется астропотерии. Наиболее ранние астропотерии появились достаточно рано. Они относятся к эоцену. А вот более поздние астропотерии уже в олигоцене, как я уже сказал, достигают размеров носорога. Если проанализировать морфологию наиболее поздних астропотериев, то сразу бросается в глаза некоторая, как я уже сказал, несуразность, несоответствие. У астропотериев очень тонкие и достаточно легкие конечности. А при этом само тело у животного удивительно грузное и массивное. Как такие животные могли существовать и какой образ жизни они вели, вот этот вопрос до сих пор до конца не разрешен палеонтологами. Единственное, наиболее укладывающееся в представлениях об их анатомии описание их жизни можно составить, приблизительно предположив следующее. Что астропотерии вели такой околоводный или даже полуводный образ жизни. То есть они большую часть времени проводили в воде и их тело покоилось в воде. И естественно в таком случае особенно мощных, сильных конечностей для поддержания его надобности у этих животных не вызывало. Надо сказать, что ноздри у астропотериев были расположены достаточно высоко. И поэтому вот такое расположение ноздрей дает возможность предположить, что астропотерии точно так же, как некоторые представители современных и вымерших хоботных, обладали вот таким вот очень интересным маленьким хоботком, который возможно астропотерии использовали для того, чтобы добывать себе пищу. И может быть как раз вот такая достаточно вытянутая длинная шея и наличие хоботка позволяло астропотериям, находясь в покое где-то в воде, скажем, собирать растительную, собирать какую-то растительную пищу по периметру, скажем, докуда могла дотянуться его шея и хобот. Но при этом для того, чтобы в таком случае, то есть астропотерии должны были бы питаться очень мягкими растительными кормами, которые характерны в принципе для окрестностей водоемов. Но зубная система астропотерия говорит об обратном. То, что эти животные были достаточно развитые, соответственно, коренные зубы, способные с очень сложной структурой, способные перемалывать достаточно жесткие корма. И как раз вот это несоответствие формы тела и зубной системы, точнее не формы тела, а самого хабита, самого соотношения массивного тела и легких конечностей, и с другой стороны зубной системы, которая в принципе указывает на возможное существование астропотерии в неких таких ксерафитных ландшафтах, все вот это вот ставит современных палеонтологов в некоторый тупик именно в плане реконструкции образа жизни, который эти животные могли вести. Хочу еще раз заметить, что и на южноамериканском континенте, и на всех других континентах эволюция млекопитающих происходила по очень сходным направлениям. Везде формировались экологические формы, аналоги которых можно было найти на другом континенте. И если, например, некоторые представители литоптерн очень похожи по своим анатомическим качествам на лошадей, и мы с вами говорили, что теотериум это уже вполне такая сформировавшаяся по хабитусу, то, естественно, прежде всего такое лошадеобразное существо, то, например, некоторые исследователи, сравнивая, допустим, таксодонтов и астропотериев с носорогами или гиппопотамами, то существует еще достаточно большое количество млекопитающих Южной Америки, которые могут быть как-то отождествлены с некоторыми другими представителями млекопитающих других частей света. Но вот, в частности, очень интересная группа южноамериканских примитивных копытных, который получил название пиротерии. Вот здесь мы с вами видим реконструкцию внешнего облика пиротерия. И если мы с вами вспомним нашу с вами предыдущую лекцию, то пиротерии окажутся очень похожи на примитивных хоботных, например, на тех же самых палеомастодонтов или на гомфотериев. И действительно, эти животные, хотя не имеют ничего общего в плане родства с вышеназванными млекопитающими, по внешнему облику чрезвычайно с ними схожи. Точно так же, как и для гомфотериев и палеомастодонтов, для пиротерии характерен вытянутый длинный череп, вытянутая нижняя челюсть. Обратите внимание, что у пиротерии формируются очень сильно напоминающие примитивных хоботных выросты, таких небольших бивней, как на верхней, так и на нижней челюсти. А верхняя губа формирует некоторое подобие хобота. Ну, естественно, что реконструкция достаточно условной, и мягкие ткани, особенно такие, как хобот, очень сложно спрогнозировать, какой он был длинный и насколько он был развит у этих животных, базируясь только на костных останках. Но, так или иначе, в Южной Америке сформировалась группа млекопитающих, которая отчасти занимала экологическую нишу слонов и развивалась по тому же направлению, по которому и происходило дальнейшее развитие слонов. Так что мы можем констатировать, что в Южной Америке сформировались и появляются очень интересные параллельные линии эволюции, которые дают нам представление о возможных путях развития той или иной группы животных. И, с другой стороны, нам демонстрируют, что, так или иначе, окружающий ландшафт, окружающие условия формируют очень сходные группы животных, имеющие конвергентное сходство, но при этом относящиеся к совершенно разнообразным систематическим группам животных и имеющие различное эволюционное, как эволюционную историю, так и свое эволюционное будущее. Что касается эволюционного будущего, то южноамериканским копытным, как я уже неоднократно говорил, очень сильно не повезло, и эта уникальная и аборигенная группа практически полностью исчезает, и в настоящее время это полностью вымершие группы животных. Надо сказать, что если задаться вопросом, а только ли вот эти южноамериканские копытные существовали, только ли они существовали на материке Южной Америки, оказывается нет. Оказывается, что очень похожие на нотунгулят млекопитающие были найдены в том числе и в Европе, и в Азии. И вероятно, что нотунгуляты, как одна из очень древних групп, раньше была распространена значительно более широко, но на других материках нотунгуляты вымерли под воздействием более прогрессивных, более развитых млекопитающих. А в Южной Америке задержались на столь долгое время именно благодаря вот той самой изоляции, которая была прервана образованием Панамского перешейка. Теперь давайте с вами попробуем посмотреть еще одну чрезвычайно интересную линию животных, которые близки к копытным, и близки они по тому, что относятся к одной и той же когорте в систематическом плане, и, вероятно, имеют неких общих предков. И эта группа, которая пошла, как я уже говорил в начале лекции, по совершенно иному пути развития. Она пошла по пути, которая привела их к освоению принципиально новой среды обитания, которая не была характерна для млекопитающих. Они перешли обратно к обитанию в воде. То есть они стали, так называемые, это группа, которая перешла вторично обратно в водную среду. Это, так называемые, вторично водные млекопитающие. И наиболее развитые, наиболее адаптированные к обитанию в водной среде, среди млекопитающих, это, конечно, группа китообразных. И китообразные также имеют историю, достаточно интересную, вот этого своего возвращения обратно в воду. И вот это возвращение произошло именно благодаря неким таким эволюционным событиям, которые определили их постепенный переход в водную среду. Сами примитивные китообразные, по мнению ряда палеонтологов, ведут свое начало от таких генерализированных мезонихид. Мезонихиды – это группа, которую мы с вами уже очень кратко рассматривали на одной из предыдущих лекций, и к которой относится одно из удивительнейших млекопитающих, которое называется эндрюзархус. Мезонихиды – это примитивные копытные, и когда мы с вами говорили о примитивных копытных, мы говорили, что эти копытные, очень многие древние копытные, близкие к эндзеляртрам, они вели не только, даже сказал, не столько травоядный образ жизни, к которому мы сейчас, в общем-то, привыкли, глядя на копытных, считать, что они всегда были травоядными, а оказывается наоборот, вот и некоторые мезонихиды, и некоторые другие примитивные копытные были активными хищниками. И вот мезонихиды непосредственно, и один из каких-то генерализованных мезонихид, и сделали первый шаг к освоению уже водного пространства. И при этом это было хищное млекопитающее, и именно в воде эти хищные млекопитающие нашли свою вторую родину, второе место для развития, и формирование принципиально новой группы, которую мы называем китообразной, и которая дала, в свою очередь, чрезвычайно интересную и разнообразную эволюционную ветвь, приведшую к формированию уже очень высоко специализированных и очень хорошо адаптированных к питанию в морской среде, вообще в водной среде, группы млекопитающих. А теперь давайте с вами посмотрим на наиболее ранних примитивных китообразных. Вот здесь на слайде мы сейчас с вами видим рисунок, который демонстрирует различные этапы, скажем так, становления нашего понимания о том, как выглядели примитивные ранние китообразные. Здесь представлено животное, которое носит название пакицетус, и мы здесь видим как бы с вами сразу одновременно два рисунка одного и того же животного. Дело в том, что первоначально пакицетус был найден из отложений возраста где-то в районе 52 миллионов лет на территории Пакистана. Был первоначально найден только череп этого примитивного раннего китообразного. И основываясь только на реконструкции, не реконструкции, а на анализе строения черепа, первоначально была сделана реконструкция вот такого вот пакицетуса, который мы видим внизу. Что это такое уже вполне водное животное с ластообразными конечностями, с мощным черепом, который как бы плавно образует обводы со всеми остальным вот таким торпедообразным телом, что животное это было исключительно водное и вряд ли выходило на сушу. Но затем, чуть несколько позже, были найдены уже более подробные посткраниальные останки этого млекопитающего. И оказалось, что пакицетус был приспособлен к жизни на суше нисколько не хуже, чем к жизни в воде. И его приспособление было нисколько не хуже, чем у любого копытного млекопитающего. Хотя, надо сказать, что происходили и своеобразные адаптации. Например, у пакицетуса происходит адаптация уже самой ушной, самой системы органов слуха, и в том числе внутреннего уха, для того, чтобы можно было слышать под водой. То есть, уже какие-то направления к водной эволюции этих млекопитающих уже наблюдаются даже вот в таком животном, где еще, согласитесь, черты кита уловить очень сложно. Кроме этого, у пакицетуса был полный набор зубов, естественно, который, в общем-то, и характерен для всех ранних китообразных, и характерен для тех, той группы животных, которая и осуществила переход из среды наземной в среду, соответственно, водную. А вот сейчас давайте на слайде посмотрим, напомним, как выглядели ранние мезонихиды, и посмотрим на изображение черепа, предполагаемых таких не то чтобы предков, но близких родственников ранних китообразных. Здесь мы видим с вами, опять-таки, того самого эндрюзархуса и череп этого эндрюзархуса, который является одним из самых крупных наземных хищных млекопитающих. Хочу напомнить, что длина черепа эндрюзархуса была более метра, и если сравнить его размеры с размерами всех на сегодняшний момент известных наземных хищных млекопитающих, то они будут в несколько раз меньше, чем предполагаемые размеры вот этого эндрюзархуса. Если посмотреть на его череп, который здесь на слайде приведен в верхней части слайда, то можно заметить, что этот череп вытянутый, длинный, и он очень во многом напоминает голову и обводы черепа того же самого пакицетуса. И надо сказать, что именно вот такая вытянутая форма черепа в дальнейшем будет характерна и для других примитивных китообразных. И мы здесь можем только, в общем, с удивлением констатировать, что некогда примитивные хищные копытные дали начало группе животных, которые, в общем-то, наверное, в нашем сознании практически уже не могут ассоциироваться ни с какими не только копытными, но и даже наземными млекопитающими. Одной из ветвей развития китообразных были и остаются развития зубатых китов и, соответственно, китообразных, у которых не произошло замена зубного ряда на китовый уз, и у которых сохранились зубы. И зубы, которые, извиняюсь за оговорку, зубы, которые способны удерживать добычу, которые способны хватать эту добычу. И надо сказать, что постепенная эволюция приводила к тому, что вот эти зубы потихонечку меняли свою форму, значит, менее дифференцированные, чем зубы наземных млекопитающих. И это с одной стороны. С другой стороны, постепенно происходила метаморфоза, происходило изменение самой формы тела китообразных. И, вероятно, самые ранние китообразные, вслед за пакицетусом, перешли уже, когда полностью к водному образу жизни, они, наверное, вели образ жизни, исходный с современным тюленями. То есть какое-то время они проводили в воде, но при этом могли периодически водную среду покидать и, например, размножаться, они могли бы выходить на сушу. То есть точно так же, как действуют, например, современные тюлени. Давайте с вами посмотрим на ранних представителей отряда китообразных. Вот здесь представлены два животных, которые палеонтологами отнесены к группе примитивных китов. Слева изображен примитивный кит, который носит название Радоцетус. Радхоцетус, извинитесь. И он найден в отложениях Южной Азии. Возраст этих отложений 45 миллионов лет. Художник изобразил его, скажем так, отдыхающим на берегу, не в водной среде. И такая реконструкция сделана на основе того, что это животное обладало конечностями, которые могли, в принципе, выдерживать до какой-то степени это животное, удерживать его и в наземно-воздушной среде. Поэтому и существует предположение, что Радоцетусы выходили из моря и могли, вот как здесь изображено на реконструкции, могли какое-то время находиться вне водного пространства, вне водной среды. Но при этом конечности уже практически полностью преобразовались в ласты. Но не сформировался еще характерный для всех современных китообразных такой характерный, не сформировалась характерная рыбья форма тела. То есть, которая очень похожа на более примитивных позвоночных животных, на рыб. И которые наиболее максимально адаптированы к существованию в водной среде. А справа, вот мы видим с вами реконструкцию древнего гигантского китообразного, которое носит название базилевс, извиняюсь, базилозавр. Базилозавр, первоначально его останки были идентифицированы как крупное морское присмыкающееся. И именно поэтому в названии базилозавр и осталось вот это окончание завр, то есть ящер. Хотя дальнейшие исследования показали, что базилозавр никогда не мог быть ящером, а это крупное морское млекопитающее, относящееся к эволюционной линии китов. Длина базилозавра достигала более 25 метров. Базилозавры существовали на нашей планете, где последние базилозавры вымерли где-то 37-38 миллионов лет назад. Найдены отложения, точнее базилозавры найдены в отложениях многих морей, и поэтому существует предположение, что точно так же, как и современные китообразные, базилозавры вели намадный образ жизни, то есть можно говорить об их всесветном распространении. Когда глядишь на реконструкцию внешнего облака базилозавра, прежде всего бросается в глаза несоразмерная длина тела, которая действительно очень вытянутая, и очень некрупная маленькая голова, которая была снабжена мощными челюстями, и базилозавры были активными хищниками, и, вероятно, самыми крупными морскими хищниками того времени. Базилозавры, точно так же, как и современные киты, плавают при помощи, точнее, само поступательное движение в воде осуществляется благодаря тому, что происходит движение хвоста. В отличие от рыб, у которых хвост изгибается в левую и правую сторону, то есть хвостовой плавник совершает колебательное движение в перпендикулярной плоскости, то у базилозавра, точно так же, как и у всех современных китообразных, происходит движение хвостового плавника вверх-вниз, и таким образом осуществляется придание импульсу движению тела такого громадного млекопитающего. Надо сказать, что в дальнейшем китообразные дают достаточно мощную адаптивную радиацию, приведшие уже к дальнейшему формированию и усатых китов, и зубатых китов, то есть непосредственно дельфинов, и все они берут свое основу, свое начало, именно вот от того примитивного, такого псевдокопытного пакицетуса, и их предки прошли эволюцию от животных, которые еще могли выползать на сушу, до животных, которые практически полностью лишены возможности перемещения по твердому субстрату. Хочется еще раз напомнить, что если у родоцетуса сохраняются еще 4 конечности, то у современных китообразных процесс редукции конечностей уже полностью завершен. То есть у современных китообразных сохраняются только передние конечности, преобразованные в ласты, а задние конечности сохраняются только в виде небольших рудиментарных косточек, которые расположены около непосредственно осевого скелета современных китообразных. А вот у базилозавров у них ситуация несколько иная. У них сохраняются очень мощные передние ласты, которые играют роль таких своеобразных рулей глубины, аналогичным рулям, например, той же самой подводной лодки, располагающейся на носу субмарины. И при этом на задней части тела у базилозавров еще сохраняются рудиментарные конечности, которые достаточно хорошо видны и которые выступают за обводы тела этого животного. У современных же китообразных таких приспособлений, точнее никаких приспособлений, а таких органов уже не существует. И современные китообразные напрочь лишены задних конечностей, выступающих задних конечностей. И функцию движителя выступает, в функции движителя играет хвост, который, как я уже сказал, снабжен плавником, осуществляющим движение вверх-вниз вот таким вот образом и придающий импульс движения всему телу китообразных. И еще одна интересная направленность эволюции многих китообразных заключается в том, что за счет перехода в такую новую среду обитания, в водную среду обитания, но тут надо конечно оговориться, что для всей линии эволюции наземных позвоночных животных водная среда является не совсем новой. Их предки вышли из водной среды на сушу. И поэтому вот эта группа животных, которая опять-таки возвращается обратно для обитания в водную среду, они и имеют название вторично-водные. И поэтому китообразные относятся к типичным вторично-водным животным, вторично-водным млекопитающим. Так вот, соответственно, в этой среде появляется для китообразных новая уникальная возможность занятия незанятых еще экологических ниш. И вполне возможно, вот благодаря вот этим незанятым экологическим нишам и формируется еще одна очень интересная линия, скажем даже не линия, а тенденция эволюционных изменений китообразных, это постепенное увеличение их размеров. И мы знаем, что тенденция гигантизму среди китообразных, в общем-то, превалирует. И в настоящее время наиболее крупными млекопитающими, когда-либо обитающими на нашей планете являются ныне существующие китообразные под названием синий кит, которые достигают по сравнению даже с тем самым базилозавром значительно более крупных размеров, демонстрируя такое своеобразное стремление китообразного гигантизма. Но при этом нужно отметить, что сам спектр питания синего кита уже значительно трансформировался, и синий кит, в отличие от того же самого базилозавра, перешел от вот такого активной охоты, от погони за своей добычей, перешел к, скажем такому, более мирному способу питания. Питание основой буквально жизнедеятельности практически всего Мирового океана, питанием планктоном, который в изобилии встречается в определенных районах Мирового океана, где, собственно говоря, киты и в наибольшей степени концентрируются. Но давайте теперь вернемся из моря на сушу и посмотрим, что же происходит с другими копытными, уже на сей раз не южноамериканскими, а копытными, которые характерны для других частей света. И надо сказать, что эти же копытные в дальнейшем будут характерны для Южной Америки, после того, как и Литоптерны, и Натунгуляты, и Астропотерии, и Пиротерии, все так или иначе исчезли с лица Южной Америки, туда хлынул поток млекопитающих, которые сформировались в других частях земного шара. И давайте посмотрим на разнообразие вот этих самых копытных, которые формировались в доисторическую эпоху. И посмотрим, каковы же были близкие родственники, хорошо нам знакомых млекопитающих, какие формы они принимали и какой образ жизни они вели. Давайте начнем с такого, наверное, не совсем привлекательного, не совсем привлекательной группы копытных млекопитающих, которые носят название свиньи. Мы все привыкли к тому, что свиньи это млекопитающие таких средних или средних размеров, кабан, это европейский кабан, это одно из крупных свинообразных современных, и привыкли, что это животные всеядные, но в большей степени ориентированы на питание растительными кормами. Хотя могут и переходить и на животные корма, но это случается достаточно редко. То есть, все-таки мы их считаем растительноядными млекопитающими. Давайте посмотрим на некоторых представителей вымершей группы свиней. Вот здесь представлено одно из животных, которое является примитивно-свинообразным. И эти млекопитающие были чрезвычайно интересны, и главное, что они были не столь похожи на современных свиней, как мы могли бы себе представить. Даже не только по внешнему облику, сколько по образу жизни. Эти млекопитающие получили название интелодонты. Энтелодонты были очень крупными млекопитающими, которые жили где-то в районе 30 миллионов лет назад. Их останки найдены как на территории Европы, где обитал, собственно говоря, энтелодонт, так и территории Северной Америки, где обитали очень похожие на них животные под названием архиотерии. Эти животные были, по всей вероятности, хищными. Длина черепа у некоторых представителей вот этих вот интелодонтов достигала одного метра. Они обладали мощной зубной системой, с мощными клыками и резцами. И вот наличие такой зубной системы говорит о том, что это были хищники. Либо хищники, либо животные, которые могли питаться падалью, или за счет своих достаточно крупных размеров просто-напросто отбирать у других животных добычу, которую они добывали при помощи охоты. При этом интелодонты и архиотерии это были копытные млекопитающие, ну, естественно, так как они относятся к группе свиней. И плюс ко всему, одной из отличительных особенностей вот этих вот интелодонтов, это было наличие очень большого количества выростов, которые украшали череп этих древних свиней. Причем эти выросты располагались по бокам черепа, и несколько отчасти напоминали вот эти гигантские бородавки, которые мы можем увидеть на черепе современного бородавочника, некрупной свиньи, которая обитает в африканских саваннах. Вот как раз здесь на слайде мы с вами видим вот те самые выросты, которые характерны для черепов интелодонтов. Вот наверху мы видим фотографию черепа этого животного. Обратите внимание как раз на то, что я вам говорил, на крупные зубы, которые украшают челюсти этих древних свиноподобных млекопитающих. А внизу представлены два интелодонта, которые вышли на охоту. И эта иллюстрация также, как и многие иллюстрации из нашего телекурса, мы позаимствовали из известного сериала BBC «Прогулки с чудовищами». И мы видим вот такую трехмерную версию реконструкции внешнего облика интелодонтов. И, наконец, на следующем слайде мы видим относительные размеры этих млекопитающих. На верхнем рисунке представлено изображение интелодонта по сравнению с размерами современной свиньи и также по сравнению для... сделан размер человека. Мы видим, что интелодонты – это существа, которые могли достигать высоту практически в холке 2 метра. И это действительно были грозные хищники, которые, по сравнению с ним, не знали себе равных соперников и, наверное, занимали одну из ключевых высот в экологической пирамиде. А внизу представлено еще один вымерший представитель группы свинообразных, который получил название Кубанахейрос. Это животное, которое было найдено не так давно в отложениях возраста 14 миллионов лет назад, в котором в этом отложении возраст их 14 миллионов лет. И последние находки были сделаны в Китае. Хотя до этого очень похожие животные, по сравнению с относящимися к тому же самому виду, были найдены из тех же самоотложений в Грузии, за что, собственно говоря, животное и получило название Кубанахейрос, по названию реки Кубань в Прид-Кавказье. Обратите внимание, что у Кубанахейроса, так же, как и у Энтеладона, имеются такие очень своеобразные выросты на черепе. Только в отличие от Энтеладонтов, у Кубанахейроса вырост располагается не по бокам черепа от нижнего угла разреза глаз, от нижнего угла глазницы, а наоборот, в виде такого удлиненного рога, который располагается абсолютно четко по середине лба. Надо сказать, что Кубанахейросы также были немаленькие животные. Их вес достигал 500 килограммов. И возможно, что вот такое очень своеобразное оружие в виде такого рога посреди лба, буквально как у мифического единорога, эти свиньи использовали при ритуальных боях между самцами. Как это делают многие современные свиньи-прилесные кабаны, когда сталкиваются во время гона и устраивают состязания. Но в данном случае современные кабаны используют в качестве оружия не выросты на лбу, так как у них их нету, а используют удлиненные клыки, которые также являются достаточно эффективным и мощным оружием не только для того, чтобы обороняться от нападающих хищников или, например, выкапывать какие-то коренья, выкапывать какую-то пищу из земли, но и при вот таких столкновениях самцов при выяснении их социального статуса в группе. По всей вероятности, как и интеладоны, так и кубанахейросы, так и современные кабаны обладают очень интересным приспособлением, которое позволяет самцам устраивать такие жестокие турниры. Это приспособление носит название калкан и представляет собой очень уплотненную жировую и кожную прослойку, которая прикрывает всю переднюю часть тела этого животного. Причем калкан настолько прочен, что не каждая пуля может пробить вот эту вот жировую и кожную прослойку. И в результате охотники, например, четко знают, что при охоте на старых сикачей лучше стрелять не во фронтальную проекцию этого зверя, а, соответственно, наоборот, сбоку или сзади. Таким образом, пуля не будет вязнуть вот в этом как раз калкане. Ну, наличие вот таких выростов и крепких зубов, рогов у древних свинообразных также дает возможность предположить, что, естественно, если такие инструменты принимали участие в выяснении самцов своего ранга, статуса в группе, то соответствующая и защита должна быть развита у этих животных. Точно так же, как и у современных кабанов. Давайте перейдем с вами к еще одной интересной группе уже ныне существующих животных, но которые имели, естественно, своих предков, своих предтеч, прародителей среди примитивных копытных. Я имею в виду различных мозоленогих или верблюдов. Они также имеют достаточно интересную и своеобразную историю. Давайте посмотрим, как выглядели примитивные верблюды. Вот сейчас на слайде мы с вами видим двух наиболее примитивных верблюдов, которые относятся к группе прокамелусов. И эти животные, согласитесь, еще очень мало напоминают нам верблюдов. И скорее, в большей степени, они напоминают нам каких-либо таких ламоподобных животных. И действительно, и прокамелусы, и еще более ранние представители группы верблюдообразных, они в большей степени напоминают нам именно современный аналог некоторых лам, что и видно на вот этой реконструкции, когда этим животным придается облик современной ламы. Хочется обратить внимание на то, что абсолютно так же, как и у лошадей, вот эта структура, связанная с наличием двух пальцев на ногах, и вот это развитие той самой мозолиногости формируется у верблюдов достаточно постепенно. И первоначальное количество пальцев у верблюдов было значительно больше, чем у современных ее представителей. Надо сказать, что в эволюции верблюдов были и формы, очень похожие на формы жирафов. И эти формы характерны, прежде всего, для Северной Америки, где и происходит основная арена эволюции современных верблюдов. И вот такие жирафоподобные формы вот мы сейчас видим с вами на слайде. Наиболее известный, наиболее высокий такой жирафоподобный верблюд жил где-то 9 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки и носил название эпикамелус. Действительно, длинная шея этого животного позволяла ему добираться до самых верхних ветвей деревьев. И мы в очередной раз видим, что определенные экологические формы формируются у совершенно разных независимых групп параллельно. И мы видим, что те же самые длинношеи животные, которые адаптированы к питанию верхними частями каких-то таких акациеподобных растений и живущие в саванне, формируются и у носорогов, формируются и у верблюдов, и в настоящее время существуют и у таких копытных млекопитающих, которые носят название жирафа. И мы все с вами хорошо знакомы с этими африканскими млекопитающими. Ну и здесь мы видим с вами уже полностью сформировавшийся облик современного верблюда, который также появление вот этих животных происходило на североамериканском континенте. мы видим, что эти вымершие верблюды уже практически ничем не отличаются от своих родственников, ныне существующих, только размер этих животных был значительно более крупный, чем размер современных верблюдов. Также следует сказать, что сама арена формирования верблюдов никоим образом не была связана с пустынями или какими-то песчаными барханами. Верблюды формируются в саванном комплексе и вот их дальнейшая адаптация, их выход вот уже приспособления к жизни в варидных условиях это уже скажем, результат переселения из североамериканского континента, где они образовались, сформировались и развились, их переселение в Евразию и там эти животные уже получили возможность адаптироваться и заняли вот именно ту самую экологическую нишу, о которой мы все хорошо знаем, то есть нишу вот таких кораблей пустыни, обитающих в условиях арибных таких цинозов. На этом мы с вами заканчиваем общий обзор различных групп млекопитающих, которые вымерли в течение кайнозоя до появления человека и мы лишний раз убеждаемся в том, что многообразие этих животных было чрезвычайно широко и сегодняшние наши млекопитающие есть прямые потомки, продолжающие те или иные эволюционные ветви, заложенные у их отдаленных предков. На этом мы с вами заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...